Девушки отдыхают Конечно! Слушай, если бы эти разбойники были простыми грабителями с большой дороги, я бы их всех вмиг перебил. Но некоторые из них друзья, а друзей же я не стану убивать, верно? У тебя есть друзья среди разбойников? Да, черт подери! Лорн, например, и другие рыбаки, они прибились к Дартану и его людям, потому что Мурдра продала их лодки, пока они были на войне, бедняги. Зачем Мурдра продала их лодки? Это я не знаю. Меня там в тот момент не было. А почему тогда Мурдра не отдала рыбакам деньги, которые она выручила от продажи лодок? Ну, когда Лорн вернулся с войны и узнал, что сделала Мурдра, он совершенно озверел и украл ее деревянную ногу. Деревянную ногу? Какую деревянную ногу? Ну, у Белгора, последнего мужа Мурдры, была деревянная нога. Для Мурдры она очень много значила. То ли это был подарок от короля, то ли еще чего. Откуда я знаю? Ох уж эти женщины. Ну, в общем, с тех пор эти двое на ножах. Какие, брат, дела? Так каков твой план? Лорн отдает Мурдре ее деревянную ногу, а Мурдра возвращает рыбакам деньги, вырученные за лодки. И тогда все будет честь по чести. Рыбаки смогут снова вернуться к своему ремеслу, а я, наконец, смогу перебить бандитов. И порядок. Ну, так пойди и поговори с Лорном. Уже говорил. Он мне не доверяет. Потому что я общаюсь с Мурдрой и останавливаюсь у нее в расколотой деве. И ты хочешь, чтобы с Лорном поговорил я? Кстати, отличная идея. Да, поговори с Лорном. Ты же ведь здесь новенький. У тебя тут не должно быть ни врагов, ни друзей, так? Где его искать? На старой сторожевой башне. Он сидит там, ноет по поводу своих лодок и пялится на чертовом море. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Что ты думаешь о Лорне? Лорн был моим приятелем, пока не сдружился с разбойником Дартаном. С тех пор мы не разговариваем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Этого просто не может быть. Глазам не верю. Ты сюда на корабле приплыл, верно? А откуда ты это знаешь? Дартан перекрыл мост, через который идет дорога на север. А южный проход завалила обвалом. Так что, коли ты не пересек Сильверлейк вплавь, остается единственный вариант – корабль. А ты не похожа на обычную путешественницу. Кто ты? Меня зовут Зира. Я искательница приключений. Моя специальность – древние руины. Так ты эксперт по древним руинам? А ты когда-нибудь слышала о древнем храме, расположенном здесь, в горах? А ты ищешь старый храм? Как интересно. Расскажи мне об этом подробнее. Я мало что о нем знаю. Только то, что паладины Робора тоже хотят отыскать этот храм. Паладины? Ага. Говорят, что там есть какая-то благословенная наковальня. Паладины хотят забрать ее себе, а я хочу помешать им найти ее. Так ты, стало быть, сражаешься на стороне короля Ситарифа? Я не собираюсь служить королям. Мое дело – отомстить за друзей, которых убили люди Робора. Мне жаль, что твои друзья погибли. Но будь осторожен. Месть – обоюдоострый клинок. Я разговаривал с магом. Он подкинул мне идеи о том, где можно поподробнее узнать о храме. Да, и где же? В замке Сильверлейк есть старый архив. Может быть, я смогу там что-нибудь узнать об этом храме. Что ж, тогда тебе нужно будет подумать, как проскочить мимо бандитов. В противном случае, в Сильверлейк тебе не попасть. Знаю. Чёртов дождь. Какой же им тут нравится? Да я всё сам видел, приятель. Ага. Снова заявился. Ну, принёс медовуху? Я принёс медовуху. Отлично. Это какая-то от тебя есть польза. Не подскажешь, как мне сподручнее перебраться на ту сторону? Ступай к охранникам у ворот разбойничьего лагеря. Да почёных медовухи с собой прихвати. Поделись с ними, и они тебя пропустят. Думаешь, всё так и будет? Может, и не совсем так. Но они точно отнимут у тебя медовуху, и как следует надерутся. Ежели добавить в неё железных грибов, бандюги врасок осеют. Ну, а ты возьмёшь Дартана за тёплый бочёк и мост отобьёшь. Неплохой план. Согласен? Что сделают эти грибы? Если их пожевать, вскоре станешь пускать слюни и нести околесицу. А ещё сделаешь всё, что тебе скажут. Например, откроешь ворота? Хе-хе-хе, верно. Недавно вы спорили с Лорном. С чего весь Сербор? Не твоего ума дело! Мордора, ну ладно тебе. Что убудет с тебя, если расскажешь? Рыбаки ушли на войну. И всё это время я кормил их жён, отпуская их в долг. Я просто хотел иметь хоть какие-то гарантии, если вдруг они бы не вернулись с войны. Вот хоть те самые лодки. Рыбачки согласились. Потом ко мне в трактир заглянул солдат из их части. И сказал, что все они погибли на войне. Ну, я и продала лодки. Всё было честно и законно. Как договаривались. Почему ты не стала ждать, а сразу продала лодки? Мёртвые не воскресают! Чего ждать-то? Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Парай. Ого. Парай. 这ё тё тё. Мёртвые не рекомендуют карли, Выливите работу. Не рейтвые. Продолжение следует... Ну, давай попробуем приправить медовуху. Почонок медовухи у нас уже есть. Теперь осталось найти ядовитые грибочки. Штуки три. Где мне найти железные грибы? Поброди по старой шахте. Грибам там раздолье. Мне надо знать что-нибудь еще? Ну, раз уж ты спросил... Вот в старую шахту почитай несколько лет, как завален. Придется тебе найти другую лазейку. Хотя вот, можешь сходить к Рудокопу, помощи и спросить. Этот старый дурак уже все муши прожужжал своими планами расчистки завала на старой шахте. Где мне найти Рудокопа? Иди к спуску в старую шахту. Он вечно там крутится. Кто такой Рудокоп? Отшельник, да еще сбрендивший. Живет, как зверь, в старом тоннеле под кабаньей скалой. Часто копается у шахты. Когда случился тот обвал, бедняга два дня пролежал под камнями. С тех пор, видать, терехнулся. На войне такое теперь обычное дело. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас, если я вижу труп меня, это уже... Ты что, совсем смехнулся? Это еще зачем? Спокойно. Это всего лишь цыпленок. Спокойно? Да мне Мурдрак голову оторвет. Я слыхал, будто у тебя есть медовуха. Наконец-то сможем выпить чего-нибудь приличного. Клянусь, первую кружку подниму за тебя. Я слыхал, когда я плачу. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...